Борозьбу за трофеи вяли дубли Гомеля и Жлобинского металлурга, так само Минская юность и Московский Спартак. Даречи, москвичи – минулогодние переможцы турниру. После двух гульновых дзен у лидерах были Спартак и юность, які имели шансы на завоевание трофея. Гомель шел на третьем месте, замыкали таблицу Жлобинчане. У заключенный день москвичи у серой булитов перемогли металлург 4-3. Минчанам, как перемогчил турниры, треба было брать очки у гульниц Гомеля. Матч отримался напруженным. У першим перейде перовага была на боку юности, однако в особице ее закинутые шайбы не отрималася. У другим перейде минчанам все ж таки закинули. Гомель отказал нагляд, а с початку господары отыгралися, а потом вышли на перот 2-1. У третьим перейде соперники двойче обменялись закинутыми шайбами. Перамогу в матче, а разом с ее и другое место на турниры отримали хоккеисты Гомеля. Первый период у нас многое не получалось, но мы в раздевалке посидели, поговорили с ребятами, тренерами, небольшую установочку дали и в принципе начали все выполнять, все начало получаться, вот результат. Перамогу у турниры памяти Алексея Костюченко и другий год за пар отримала молодежная команда московского «Спартака». Юность засталась и на третьем месте. Замкнули таблицу резервисты Жлобинского «Металлурга». Любой турнир он всегда кратковременный, опять же, он дает очень много пищи для размышлений, опять же, каждая команда ставит свои задачи, цели, практически, что мы ставили, все посмотреть, разобраться в ребятах, кто на что способен. Нам эта задача удалась, очень хороший турнир по подбору команд. Все игры посмотрели, прошли напряженной борьбе. Хоккей вернется на арену Гомельского лядового палаца 10-го жнивня. У рамках розыгрыши Кубка Руслана Салей хоккейный клуб «Гомель» будет примать Витебск. Максим Савин, Дмитрий Радянко, телерадоакомпания «Гомель».